Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору, конкретно Мишли, притчи царя Соломона. И сейчас мы находимся в седьмой главе. Седьмая глава. И... И значит, сейчас ждем. Георгий Нивня, как вот он прямо первая всегда заходит. Что же так? Вот это вот... У человека главное в жизни это его намерение, стремление. И если стремление у человека хорошее, и плюс к этому стремлению накладывается еще то, что называется на английском красивым словом executive. То есть он выполняет. Он умеет действовать. И действует, действует, действует. Как Якоб Штатец. Всего-то. До него все получается. Все. Итак, значит, мы продолжаем изучать седьмую главу. Остановились мы на том, что Тору надо навязать на пальцах. Тору надо навязать на пальцах. И чтобы она была на скрижалях сердца. Потому что человек внутри, он как бы, если говорить, есть теория трех мозгов Пола Маклина, у человека внутри есть рептилия, мозг рептилия, инстинкты. То есть он инстинктивно Кальни, рука выстрелит. Там, я не знаю, огонь, рука выстрелит. То есть у человека внутри есть. Интересно, какая вещь, что большинство процессов жизнедеятельности, которые вообще человек от них зависит, это дыхание, сердцебиение, пищеварение, там, сердце, иммунитет, гормоны и так далее, вообще от мозга человека не зависят. То есть человек лежит, спит, а оно все работает. Человек читает, оно работает. То есть Бог так спроектировал человека, что инстинктивная сфера, то, что запрограммировано, она это такой автомат-автомат. Дальше, дальше есть у человека эмоциональная сфера. Эмоциональная сфера это энергии, энергии, они бушуют, то есть тянет человека к приятному и он, значит, от неприятного он гневается, убегает, страх у него там и так далее. И там внутри у него прям бури такие, как говорят, что эмоции обуревают. Прямо слово такое есть, как буря, а не ломают. Если у человека интеллект, такая машинка рациональная, которая управляет информацией. И есть Тора, Тора это от Бога идет знание, которое, если ты это знание узнал, запомнил, то оно дает тебе потенциальную возможность начать действовать и действовать по Торе. Но для этого, как сказал Сайф Соломон, что нужно навязать Тору на пальцы свои, то есть нужно делать, нужно себя приучить на автомате, делать заповеди, на автомате, без автомата. И написать на скрижалях своего сердца, чтобы именно законы Тора управляли всем твоим поведением. Это сделать очень сложно, особенно человеку, который не рос как нерелигиозный, как маугли, то есть мы все, кто рос в Советском Союзе, воспитывались как маугли. Даже вот в Матеевке, Моше Баршевский, он в Матеевке жил, то есть он, в принципе, в Матеевке как с волками жить, поволчевыть. И, значит, потом сверху на это одеть Тору и прорывается, все время прорывается вот это внутреннее старое состояние и мысли. Вот мы дошли до четвертого отрывка. Четвертый отрывок иморли хохма ахути ад. Скажи хохме, скажи божественной мудрости сестра ты, омудаля бина текра. И друг назови лодику. Друг назови бину вот это вот качество лодики. Что это значит? Значит, вот есть, как мы знаем уже, хохма это божественная мудрость. Итак, все омы Торы, которые Бог нам сообщил, Бог нам сообщил в Торе через Машерабену и других пророков, сообщил нам Бог, как все работает. Теперь сказал нам царь Соломон, что назови вот эту вот божественную мудрость хохма. Хохма это, это хохма, она так называется, назови ее сестра. И морли хохма, ахути ад. Скажи хохме, вот этой божественной мудрости, сестра ты. а бина, это качество делать выводы, логика, причинно-следственные связи. Это то, что человек уже сам у себя в мозгу, он там, я услышал это, это значит это, или я понял это, это значит это. Скажи вот этой вот бине, вот этому качеству, ты мой друг. В чем разница? Почему так они отличаются, сестра друг? Значит, сестра, она идет от, это, по рождению, да, то есть вот родился человек, и у него родилась сестра. Он вообще ее не знал, когда родился, да, ее еще в проекте не было, например, да, вот рождается старший брат, например, он живет, потом у него родилась сестра, через какое-то время. Откуда эта сестра родилась, откуда она взялась, вообще непонятно, но у него с ней есть родственная связь, родственная связь, то есть у них есть на каком-то глубинном уровне идентичные гены, там, идентичные тела, идентичные клетки, то есть она для него, они из одного корня с ней, с сестрой. Точно так же божественная мудрость, она из одного корня с душой человека, то есть душа человека от Бога, и Тора от Бога, понятно, да? То есть у человека есть вот эта вот высшая его душа божественная, она это как часть Бога, и Тора это часть Бога, только Тора это реализованная уже в слова часть Бога, в какие-то слова, мысли, правила, а душа это как свет, как свет такой. И вот значит, когда ты начинаешь изучать Тору, то они в какой-то момент соединяются, потому что Бог, Тора, и народ Израиля, это как на каком-то уровне одно целое. И получается, что тот человек, который начинает изучать Тору, он ей говорит, ты моя сестра, мы с тобой из одного корня, мы от Бога, и Тора от Бога, и я от Бога, вот это сестра. Теперь бина, это качество ума, бина есть у всех, сообразительность, логика, выводы, причины, следствия, математика, там все, это уже как друг, как друг такой, да, то есть друг, он или нравится, или не нравится, то есть это уже меньшая связь такая, чем с сестрой, понятно. Но, тем не менее, если у тебя нет этой бины, если у тебя нет логики, если ты не умеешь управлять своими мыслями и строить их, мы все живем в мире выводов, то есть человек получил какие-то знания, а дальше он сидит и думает, так, думает человек, что мне делать, задает он вопрос, что я хочу, и у него начинается перебор, у него уже внутри миллион мыслей, а что для меня правильно, а кто сказал, что это правильно, бабушка сказала, или дедушка сказала, или друг сказал, или Бог сказал, а если это для меня правильно, а я хочу по-другому, как мне здесь поступить, и так далее, и у человека есть целый-целый, он путается в этих всех мыслях, это называется, как груда кирпичей, бина, это когда ты строишь слой за слоем, и ты строишь какие-то правильные штуки, теперь, что нам советует Тора, Тора нам советует, что если у тебя есть вопрос, иди к мудрецам, Торы, то есть, когда ты сам непрофессиональный строитель, ты не можешь построить дом крутой, если ты занимаешься любым проектом, и ты в нем непрофессионал, то у тебя твое строительство будет такое себе непонятное, поэтому бина, вот есть мудрецы, которые владеют этой биной, иди с ними советуйся, и вообще, марбе, марбе яйца, когда человек много советуется, он марбе твуна, он умножает понимание, то есть, ты идешь и говоришь, я думаю, что так, тебе говорит мудрец какой-нибудь, а что ты так думаешь, а посмотри на вещи с другой стороны, ты такой смотришь, думаешь, да, я вообще с этой стороны не смотрел, идешь к следующему, а ты как думаешь, он говорит, а ты посмотри вот с этой стороны, ты вот про это думал, и там тебе добавляют еще какой-то взгляд, и у тебя через какое-то время появляется, так как они каждый тебе показал свои причинно-следственные связи, свой способ мысли, у тебя появляется такая как 3D, 4D картинка, но решать все равно тебе. Теперь дальше, пятый отрывок, Лишморха Маиша Зара Минохрия Аморея Эхелика, значит, для того, чтобы сохранять тебя от женщины чужой, от иностранки, чьи слова льстивы, чьи речи льстивы и гладкие, значит, опять же, здесь речь идет о том, слово Мелых, у него было 700 жен, надо понимать, и женщины в его жизни, были серьезной проблемой, да, у него было 700 жен и 700 тещ, и у них все время были, ну, знаете, как женщины, говорят, я не знаю точно, но говорят, что женщины эмоциональны, и у них, в Талмуде написано, что у женщин даатанкала, их даат, их система восприятия мира, она легкая, что это значит, они легко меняют, у них легко меняется вот этот фокус внимания, и они то-то, то-то, то-так, 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 скачет мышление у женщин, а у него 700 женщин вокруг, и у всех скачет мышление, и 700 тещ, 1400, и у всех скачет мышление, поэтому царь Салабун, он все время предостерегал, что он говорит, с женщинами, будь осторожен, и тут он говорит, особенно будь осторожен, Мейшазара, от жены чужой, мы уже до этого проходили, что чужая жена, если это вообще чужая жена, то 20% убийств происходят из ревности, и ты с чужой женой стоишь и разговариваешь, а ее муж-маняк какой-нибудь, выскочил с битой бейсбольной, и закончил разговор, то есть это первое значение, второе значение, это жениться на женщине с чужой идеологией, то есть когда ты женишься на женщине с идеологией понятной, да, вот например, там религиозный еврей женится на религиозной еврете, понятно, по каким законам они живут, какая у них система координат, кому они пойдут советоваться, если у них будет проблема какая-то, и так далее, это если они живут в религиозной системе координат, а если он живет религиозно, она не в религиозной, или она в религиозно, а он не в религиозной, то тогда непонятно, по каким законам, по каким правилам будут строиться их отношения, и все очень непонятно, поэтому царь Соломон говорит, что если ты сказал Тори, что ты моя сестра, то есть ты выбрал идеологическую систему мировоззрения, в которой все расписано от Бога. Если ты логику назвал своим другом, то есть ты дружишь с головой, это по-простому, да, то есть ты дружишь с логикой, ты не делаешь какие-то там причинно-следственные связи, как есть известная история, когда молодая пара, у них были конфликты семейные, и пришли они к Равину советоваться, и значит, в чем причина конфликта, кто будет мусор выносить? Равин говорит, Ири, что здесь такого сложного, ну, объясните. Муж говорит, я считаю, что если я буду выносить мусор, это значит, что она меня не уважает. Он делает вот такой вот вывод, причина-следственные связи. А она говорит, вы знаете, говорит, уважаемый Равин, а я считаю, что если я буду выносить мусор, это значит, что он меня не любит. То есть речь, каждый придал мусору значение, он говорит, меня не уважает, она говорит, он меня не любит. Равин говорит, нет, деточки, выносить мусор, это выносить мусор. Это не значит ничего больше, кроме как выносить мусор. Выносить мусор, это значит выносить мусор, убрать отходы из дома. И кто это будет делать, в принципе, не имеет значения, потому что это никак не связано с уважает, с любит. То есть вы можете это связать в своей голове, но это не то. Они говорят, да, надо подумать, но, короче, уходят они домой, через какое-то время стук в дверь, пришел этот раввин. Они говорят, а чего вы пришли? А нет, он им сказал, что я вам приду еще дома, проведу консультацию, главное. И он приходит к ним домой, стук в дверь, они открывают, он говорит, где у вас тут мусор, давайте я мусор вытяну. То есть, и взял у них мусор и вытянул. То есть, мусор, это значит мусор. Но каждый добавляет к какой-то, ну, к какой-то идее, к какой-то ситуации, добавляет свою бину, это значит. Теперь, говорит царь Соломон, он говорит, если у тебя в голове есть вот такая система нормальная координат, есть еще раввинский, можно посоветоваться. Тогда это тебя сохранит Миша Зара, от женщины чужой. То есть, женщина бывает чужая, или она чужая, она чата жена, или она бывает для тебя чужая, потому что вы разные по мировоззрениям и по взглядам. Минохрия Морея Эхелику, или от чужестранки, чьи речи льстивы. Что значит чужестранка? То есть, речь, опять же, надо понимать, царь Соломон жил в Иерусалиме, и он говорил, что жена чужая это еврейка, но с идеологией не торой, чужестранка это иностранка с идеологией идолопоклонства. Теперь, вот эта вот иностранка с идеологией идолопоклонства, она может только за, как сказать, она может найти путь к сердцу мужчины, только если она умеет красиво разговаривать, и ее речи льстивы. То есть, как обычно, вот сейчас есть очень много курсов, которые обучают, как выходить замуж. И женщин прям конкретно, они обучены, просто они такие вещи творят. У меня просто приходят на тренинги вот эти все женщины, которые их обучают. Это страшно, это страшно, насколько их обучают. Это спецназ так не обучается, как сейчас обучаются женщины, которые хотят выйти замуж. Они обучаются слушать, они обучаются там танцевать, там что только они не обучаются, я просто даже не могу передать. Теперь, но потом царь Соломон же предупреждал, что когда она уже войдет к тебе в дом, оно же все изменится, все изменится. Поэтому он говорит, Тора тебя сохранит от женщины чужой, от иностранки, чьи речи льстивы. Теперь, и есть, Малгом говорит, есть тут второй еще слой, есть второй слой, да? Второй слой он говорит так, что жена здесь метафора на идеологию. То есть, называется жена чужая, это все-таки жена, это по закону, но у нее есть, ну, какие-то другие взгляды плохие, ну, неправильные. Это говорится о науках. То есть, царь Соломон предупреждал, он говорит, смотри, Тора тебе дает все. То есть, ты можешь пройти свой жизненный путь, только изучая Тору, изучая Тору, и больше тебе ничего не нужно. Ты, если ты живешь по Торе, изучаешь Тору, то Бог тебе гарантирует, у тебя будет еда, хлеб, ты не будешь никому завидовать, у тебя не будет никаких проблем. То есть, в Торе, кстати, расписано все, как бизнесом заниматься, все есть Торе. Теперь, но, есть науки. Науки не запрещены Торой. То есть, науки это отличная вещь, и науки, это просто не Тора. Это, это, как бы, в Торе главное, это твоя связь с Богом все-таки. В науках это просто интересно, полезно, нужно, но это не, там нет связи с Богом никакой. Хотя Исаак Ньютон, он был очень верующий человек, но по факту наука это наука, это не связь с Богом. Так говорит, говорит царь Соломон, что если ты учишь Тору и занимаешься наукой, тогда Тора тебя предохранит от того, чтобы ты слишком ей увлекся. Знаете, есть ученые, ну, есть это даже такая, как символ такой, сумасшедший ученый, который прям вот он, кроме своей науки, вообще ничего не видит, просто он рассеянный с улицы бассейна, была такая сказка. То есть, вот эти вот, это символ ученого, который там в дырявых носках, вот с такими глазами. То есть, он, он как бы в науке, он крутой, а по жизни он полный ноль. Тора это наука жизни, то есть, по Торе человек должен по жизни быть крутой. Так вот, говорит в пятом отрывке, что если ты учишь Тору, она сохранит тебя от женщины чужой, но это не запрещено. Жена с чужим мировоззрением. Но хрия, это, это всякие философии идолопоклонства. Философии идолопоклонства, которые могут к человеку зайти, только если их речи льстивы, если они человеку обещают что-то, что-то они ему обещают, такое, да, такое вот они ему обещают что-то, но, то есть, для того, чтобы человек изменил веру в Бога, ему нужно пообещать что-то настолько заманчивое и настолько крутое, чтобы, ну, чтобы это была равноценная какая-то смена идеологии. Поэтому только если вот эти вот идолопоклонические идеологии, если они только, там должен быть такой заезд, чтобы, вот, рассказывается история в Торе прямо, я на этом сегодня закончу, небольшую историю расскажу. В Торе рассказывается очень интересная история, как, когда сыновья Израиля подошли уже к земле Израиля, а Белям, был такой Белям, пророк злодей, он посоветовал медианитянам и маовитянам, он посоветовал, чтобы они совратили народ Израиля, да, мужчин, чтобы они начали заниматься развратом, и тогда снимется защита Бога. И эти взяли своих дочерей, прямо отправили, говорят, чтобы они совращали сыновь Израиля. Как было дело? Просто же нельзя подойти к раввину там и сказать, давай, девушка на улице подойдет, скажет, ну что, раввин, давай, типа, пошли, пири, это самое. Он не пойдет. Они сделали фестиваль дружбы-дружбы, в маовитянской еврейской дружбе, и, значит, они пригласили ярмарка такая, и заходят, вот эти вот еврейские парни, заходят в эту ярмарку, стоят продавщицы, продают льняные рубашки. Это в Талмуде написано, в трактате Сан-Эдвин. Продают льняные рубашки. Ну, хорошо, говорят, а вот в шатре иди по мере. Он заходит, в шатре молодая продавщица, и она ему говорит, тебе жарко, наверное, на тебе стакан вина. Он выпивает стакан вина, на тебе еще стакан вина, он еще стакан вина. Она, и, ну, уже когда два стакана вина, все, уже слетает рациональное мышление, рациональное мышление слетает, и он видит вот эту вот маовитянку, и он ей говорит, давай, все. Она ему говорит, стоп, секундочку, надо, чтобы со мной спать, надо идолу послужить. Он говорит, какому идолу? И она говорит, какое-то такое служение, которое кажется очень смешным, и очень таким несложным, но, и они начинали грешить. То есть, идет одно за одно, одно за одно, одно за одно. С тех пор запретили пить вино. Вот это вот, поэтому нельзя пить вино, значит, запретили. То, как кошерное вино, которое прямо кошерное, еврейское вино, можно пить. Еврейское вино с тех пор запретили пить уже больше двух тысяч лет. Представляете? Хорошо, вот, в общем, на этой истории мы и закончим. То есть, мы видим, что Тора слетает, даже если выпить два стакана вина, даже у великих мудрецов может слететь Тора. Мы из этой истории видим, насколько человек, насколько человек он слаб, его вот это внутреннее животное, которое в нем живет, и вот этот вот интеллект, который пытается удержать вот эти эмоции и инстинкты, удержать их в узде. А потом Тора, которая рассказывает, что надо делать, и два стакана вина, и все слетает. Поэтому не пейте. Не пейте. И, ну все, будем стараться все-таки, чтобы удержаться в рамках Тора. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, хорошего дня. Еще говорю, что нужно выполнять заповеди. То есть, изучение – это свет, то есть, а делание – это то, что по-настоящему преображает мир. Поэтому действуем, делаем заповеди. Все, всем пока, удачи, успехов, хорошего дня.